Приветствую, братва, с вами Сникиджон, и сейчас я расскажу вам про новый релиз от Xymara. Это называется Stream Effects, и этот плагин позволяет вам преобразовать объекты на вашем стриме практически в безграничных вариантах. Для того, чтобы использовать этот плагин, вы качаете этот архив, третья версия на текущий момент, и разархивируете его в директорию OBS Studio. После того, как вы это сделаете, вы, по сути, готовы начинать работать. Давайте посмотрим, как это работает. У нас здесь имеется картинка того, как в ближайшее время можно будет отображать рестрим-чат на вашем компьютере во виде приложения. Ну и, соответственно, давайте применим несколько фильтров на этот замечательный чатик. Здесь у нас имеется первый фильтр 3D Transform. Этот фильтр, по сути, позволяет нам делать, ну, то, как он и звучит. Он позволяет нам, по сути, вращать наш источник, как нам нравится. Сейчас вы видите, что у нас ортографическая проекция без перспективы. И наш чат не искажается при повороте, он просто, по сути, поворачивается. Мы можем повернуть его по 3 осям, мы можем также его скалировать по 2 осям, по X и по Y, соответственно. Ну и мы можем его скьюить, то есть сдвигать один конец, один край относительно другого в двух направлениях, опять-таки, по X и по Y. Таким образом, добиваясь довольно интересных эффектов. И это офигенно. Также мы можем использовать трехмерную перспективу. Опять-таки, для этого надо переключиться в перспективу. И я сразу же рекомендую поднять угол обзора, то есть Field of View, для того, чтобы нашему чату было куда вращаться. Теперь у нас здесь имеются повороты по X. Например, мы можем сделать нечто подобное тому, что у нас имеется в стартовой заставке Звездных войн, если мы хотим, чтобы наш чатик шел абсолютно так. Также мы можем повернуть по Y, ну и, соответственно, по Z. Лично я предпочитаю, например, повернуть на 20-ку примерно по Y. И для того, чтобы чат было удобнее читать, я просто скалирую его по X примерно вот до 70, для того, чтобы сохранить размеры букв. И после того, как я это делаю, мы получаем вот такой вот чатик, который, в общем-то, очень интересно выглядит. Более того, мы можем опять-таки выполнить фильтр шера для того, чтобы, например, разместить этот чатик по верхнему краю нашего стрима. Таким образом, немножечко поковырявшись с ползунками, мы можем получить вот такое вот изображение, разместить чатик вот так вот. И он будет выглядеть очень даже интересно и будет смотреться очень замечательно. Также у нас здесь для обоих видов трехмерного фильтра имеется галочка Advanced, которая по большому счету просто меняет порядок применения фильтров. Она мало на что влияет, но, в общем-то, это может вам пригодиться в какой-то ситуации. Далее давайте посмотрим на фильтр размытия, то есть Blur. И здесь у нас имеется три фильтра размытия. Это Box, Gaussian и Bilateral. Соответственно, все они выглядят немножечко по-разному, но общая идея такова, что просто наше изображение размывается. Можно поменять цветовой формат, если вы хотите. Я, правда, не знаю, зачем это большинству людей делать. Ну и по большому счету мы просто видим, что да, меняется размытие, меняется размытие. Можно менять четкость, можно менять сглаживание, можно менять, опять-таки, четкость картинки. То есть размер пикселя, сглаживание картинки и четкость изображения. Опять-таки три фильтра для размытия, для того, чтобы кастомизировать ваш стрим, как вам нравится, как вы видите. С каждой из этих фильтров выглядит по-разному. Ну и, соответственно, для третьего эффекта давайте я покажу вам Displacement Demo из Википедии. Это, по сути, позволит вам показать какой-то текущий текст, который будет, грубо говоря, более-менее прозрачным. Если вы знаете, как работает Displacement Mapping, то давайте я вам сейчас это покажу. Я загружаю текстуру из Википедии, которая выглядит вот таким вот образом. И что же мы здесь имеем? Во-первых, вот эта текстура выглядит, по сути, как несколько цифр. И давайте посмотрим, какое влияние она оказывает на картинку. Когда мы меняем нижний ползунок Scale, у нас, по сути, меняется сила того, как будет сильно выполняться искажение вот этого изображения в соответствии с фильтром. Если же мы меняем Ratio, то мы опять-таки немножечко преображаем вот этот вот вид. И получаем вот такую стеклообразную картиночку. Примерно то, что мы видели в движке Source в самом начале, когда он только начал появляться и когда только появлялись вот эти фильтры. То есть вы видите, как текст потихонечку проявляется. И все это, по сути, сделано с помощью вот этого текстуры ABC. Ну и, соответственно, это тоже может добавить немножечко кастомного вида на ваш стрим, если вы хотите что-то такое получить. Потому что, как вы видите, выглядит это все очень классно. Если еще с размерами текстуры не облажаться, то будет вообще все очень даже замечательно. Ну и, по большому счету, это все, что я хотел вам, ребята, рассказать. Теперь вы знаете, как вращать ваш чатик. Теперь вы знаете, как можно этот чатик размыть. Или какое-то другое изображение, как можно размыть. Ну и, конечно же, теперь вы можете применять Displacement Filter теперь уже официально и теперь уже бесплатно. Раньше я за это платил деньги, теперь уже плагин релизнулся для общего использования. С вами был Сникиджо, как обычно. Вы, в общем-то, знаете, что делать. Выполняйте ютубскую рутину, если вам пригодилось это видео. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok